С 18 марта всем автолюбителям придется в обязательном порядке надевать светоотражающие жилеты. Водители при вынужденной остановке или ДТП вне населенного пункта в темное время суток или при ограниченной видимости должны будут надевать светоотражающую одежду. Это может быть куртка или жилет со светоотражающими полосами. Правило действует не только для автомобилей, остановившихся посреди проезжей части, но и для тех, которые остановились на обочине. При этом никаких наказаний за выход без жилета не планируется. Именно этот факт, по мнению экспертов, и остается слабым местом нововведения. Ведь раз не будет предусмотрено наказание, не будет и светоотражающая одежда у водителей. МФЦ сэкономит время. С марта 2018 года в многофункциональных центрах появилась возможность рассчитаться за предоставленные госуслуги, а также совершить другие платежи. Сейчас оплатить госуслуги можно только в отделениях банков, банкоматов или платежных терминалах. Но во многих населенных пунктах нет возможности оплатить услуги таким способом, а часть граждан не имеют банковских карт. В таких случаях людям приходится посещать МФЦ дважды для оформления госуслуги и подтверждения ее оплаты. Дачная амнистия продолжается. 28 февраля закон, продлевающий действия амнистии до 1 марта 2020 года, одобрил Совет Федерации. Амнистия распространяется на дома, построенные на участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства. Напомним, благодаря дачной амнистии зарегистрировать права собственности на жилой дом можно без разрешения на ввод его в эксплуатацию, что позволило владельцам привести в порядок личные земельно-имущественные отношения. Те же, кто за эти два года не успеет оформиться в льготном режиме, столкнутся с более сложной процедурой при кадастровом учете, вводе в эксплуатацию и регистрации соответствующих прав на объекты.